Омские мошенники получили фиктивных свидетельств о рождении на две детсадовских группы. Полсотни документов аннулируют сейчас в судах. Целью злоумышленников было получение материнского капитала за детей, которых даже не существовало. Следователи установили, что действовала хорошо организованная преступная группа. Все подробности у Дмитрия Куканаса. Проверять документы в семьях, где есть несовершеннолетние, омские полицейские начали после обращения сотрудников Кировского районного отдела ЗАГС. Преступники сами себя выдали. За короткий срок более 50 заявок на регистрацию детей, появившихся на свет дома. Такого не было никогда, и специалисты заподозрили неладное. Спрячь за высоким забором ребенка. В Кировском ЗАГСе привыкли, что жительницы частного сектора иногда рожают дома. И потому сотрудники местного РУВД сначала отправились по известным адресам. А уже там выяснилось, что в свидетельство о рождении вписаны не просто мертвые души, а вообще никогда не существовавшие. Как так вышло, что зарегистрировали столько неродившихся детей, объяснили в управлении ЗАГС. В законе сказано, в случае домашних родов достаточно заявления от родителей и показаний свидетеля. Предъявлять самого малыша не обязательно. Другие документы тоже. При этом органы ЗАГС не наделены полномочиями по проведению проверки документов, предъявляемых гражданами для государственной регистрации рождения по заявлению лица присутствующего во время родов. И не вправе требовать каких-либо дополнительных документов, не предусмотренных законом, в том числе результатов генетической экспертизы для установления родственных связей между матерью и ребенком. А дальше еще проще. С документами мошенники шли в пенсионный фонд, и там им выдавали сертификаты на материнский капитал. Только по предварительным подсчетам общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей. В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей. Расследование уголовного дела подозреваемыми, по которому проходит 36 человек, продолжается. Дмитрий Гуканас, Антон Щетинин. Новости здесь, Омск.